Почему экранопланы СССР так и не стали массовым транспортом? Советский Союз создал машины, которые могли бы изменить мир, но что пошло не так? Экранопланы, уникальный гибрид самолета и корабля, способны лететь на небольшой высоте над поверхностью благодаря экранному эффекту. Их главная особенность – использование аэродинамической подушки, образующейся между корпусом и водой. Эта технология позволяла совмещать грузоподъемность корабля и скорость самолета. В 60-х годах в СССР началось активное проектирование и тестирование этих машин, которые рассматривались как революционное средство транспортировки. Самый знаменитый из советских экранопланов – Каспийский монстр, который стал настоящим инженерным прорывом. Его размеры поражали, длина превышала 100 метров, а грузоподъемность составляла более 200 тонн. Этот гигант был разработан для военных нужд, перевозки тяжелой техники и ракет к труднодоступным районам. Скорость экраноплана позволяла быстро преодолевать большие расстояния, оставаясь при этом практически незаметным для радаров, что делало его идеальным для стратегических миссий. Экранопланы имели множество преимуществ. Они могли передвигаться со скоростью до 500 км в час, в разы быстрее, чем морские суда. Они не требовали взлетно-посадочных полос, как самолеты, и могли эксплуатироваться даже в суровых условиях, таких как Каспийское море или Арктика. Кроме того, они могли перевозить как людей, так и технику, что делало их универсальным транспортным средством. Но несмотря на эти впечатляющие возможности, экранопланы так и не стали массовым транспортным средством. Одна из главных причин – сложность эксплуатации. Управление гигантским экранопланом требовало высокой квалификации, и далеко не каждый пилот мог справиться с этим. Кроме того, экранопланы оказались зависимы от погодных условий. Волны, сильный ветер или ледяной покров могли значительно усложнить их работу. Для массового использования требовалась развитая инфраструктура, которой в СССР не было. Порты, зоны обслуживания и системы логистики для экранопланов были слишком сложны и дороги в реализации. Экономические трудности стали еще одной причиной их провала. Проекты экранопланов требовали огромных вложений, которые были недоступны даже для сверхдержавы. Распад СССР в 1991 году окончательно закрыл финансирование этих амбициозных проектов. Интерес к экранопланам не угас полностью. В последние годы эта технология привлекла внимание инженеров по всему миру, особенно в США. Американские компании, такие как Wink & Ground, WIG, Technologies, начали разрабатывать и производить свои собственные версии экранопланов. Эти современные машины меньше по размерам, чем советские, но и их дизайн и концепция вдохновлены технологиями СССР. Американские экранопланы создаются для коммерческого использования, таких как перевозка грузов и пассажиров. Их преимущества включают экологичность, экономичность и способность передвигаться в зонах, где традиционные морские суда не справляются. Например, они могут быть использованы для доставки товаров в прибрежные районы или для экспресс-транспортировки в странах с ограниченной инфраструктурой. Хотя советские экранопланы не вошли в массовое производство, их наследие остается значимым. Они вдохновили новые поколения инженеров и стали символом амбициозных, но недостижимых технологий. Сегодня разработки экранопланов продолжаются в различных странах. И, возможно, эта идея обретет новую жизнь в будущем уже в современной форме. Советские экранопланы навсегда остались в истории как грандиозный проект, который показал, на что способна инженерная мысль, когда цель – превзойти границы возможного. И, возможно, именно эти машины однажды станут основой для нового витка технологического прогресса.